7 января православные христиане Отец Александр, как вы считаете, почему Рождество считается одним из главных праздников для православных христиан? Ведь по аналогии с Пасхой, это же не просто день рождения, это водораздел, который разделил историю на до и после. Вот как историю разделило Рождество? Ну вы правильно сказали, что это разделение определенных периодов Ветхого Завета и Нового Завета. Ветхий Завет — это то, что было до Христа, до его рождения, и с его рождения воплощение Бога, Слова. Новый Завет, в котором мы сейчас живем, по законам которого живет каждый человек, наипаче христианин, и живет в Святой Церкви. Именно по законам Нового Завета. А какая разница между Ветхим и Новым Заветом? Ветхий Завет был более чувствительный, он был более приземленным к человеку, как к человеку, существу, наверное, больше физиологическому. А в Новом Завете человек уже получил больше такой смысл о духотворенности. Смысл того, что не только человеческие законы именно как животного происхождения действуют, а законы уже высшего существа, высшего разума. Когда его спрашивали, что в законе Моисея написано, то есть в Ветхом Завете, око за око, зуб за зуб, Христос говорил, я же говорю вам другое, что уже не надо давать, образно говоря, если тебя ударили в одну ланиту, не отвечай ему тем же, а подставь вторую. То есть уже законы более совершенные приходят для человека, то есть человек должен более быть совершенным. Потому что Христос пришел в рождении своем, в Рождестве, он воплотился как истинный Бог. То есть он воплотился, Бог воплотился, принял образ раба, то есть своего творения, человека. А для чего он это сделал? Для того, чтобы человеку открыть другой уровень жизни. Потому что по закону древности человек, даже если он в праведной жизни был, он после окончания своего земного бытия, он не наследовал жизнь вечную. Для него не были открыты двери рая, которые закрылись для него после грехопадения Адама и Евы. А с пришествием Христа и тем более с его крестным страданием, эти двери рая вновь открыты. И человеку вновь была открыта дверь спасения. И он через крещение во Христа мог опять примириться с своим Божественным Творцом, Создателем, с Богом. И через то, потом уже вечно, после земной жизни, блаженствовать. Поэтому праздник Рождества Христова — это первый, основной праздник для христианина. Не было бы Рождества Христова, не было бы воскресения Христа. То есть для нас он как бы стоит по значимости вторым, после Пасхи Христовой. А на самом деле он как бы предваряет все человечество к тому моменту, который готовится быть спасенным самим Богом. Но вы имеете в виду, что Рождество стало такой первой ласточкой, которая дала надежду, а потом она уже воплотилась после Пасхи? Ну, даже нет, она не первая ласточка. Первой ласточкой можно называть Благовещением Матери Божией. Когда Архангелий Гавриил явился Девя Мария и сказал, что от нее родится Христос, Мессия, который спасет мир. Это первая ласточка. А потом вот уже было после как бы вот этого Благовещения, через 9 месяцев рождение Христа, Рождество Христово. Отец Александр, мы с вами до этого скользко обсуждали Ветхий и Новый Завет. Вот люди педантичные, часто приходя к вере, они знаете, они как вот прям по уставу, по учебнику открывают Библию с книги бытия и начинают читать. Страница через 150-200 как-то понимает, что взяли на себя непосильную задачу. Вот вы бы, ну конечно смешной вопрос, как бы рекомендовали знакомиться с Библией? Ну как советуют и рекомендуют уже более духовные люди, где-то даже старцы, наставники наши, надо начинать с Евангелия, с Нового Завета. Обязательно с Нового Завета. То есть Евангелие это тот благая весть, которая принесена Богом, и она легче откладывается на нашу уже сегодняшнюю душу. Потому что правильно вы сказали, Ветхий Завет, это книга бытия, чисел, исходы, все остальное, это во многом исторические моменты израильского народа с теми определенными тяжелыми, не всегда душевными и, наверное, миролюбивыми своими устоями, где было все. И жестокость, и насилие. Там как бы исторически все это описывалось. И для того, чтобы человеку получить вот этот начаток или зародыш какого-то христианского учения, ему нужно начать обязательно с Евангелия. Ну да, потому что Ветхий Завет, я когда ознакомился, это, прости Господи, во многом уголовный кодекс. Вот, да, и поэтому тяжело. Это как пища молочная, например, и пища тяжелая мясная. Вот сразу младенчику давать тяжелую мясную пищу, он, естественно, даже может не выжить. И здесь у человека будет отторжение. Если он никогда не читал Евангелие и не брал в руки Библию, и сразу будет открывать и читать там, как кто-то, кого произошел, и потом сколько у кого было жены, какие совершены были те или иные действия. На десяти страницах. Да, поэтому это не надо. А вот когда человек уже как бы встанет на путь такого воцерковления, путь такого, может быть, определенный на уровне христианского познания, то ему уже потом можно будет, как исторический компонент, хотя в этом даже в Ветхом Завете очень много сказано то, что нужно было выполнять человеку, чтобы он жил и жил правильно, жил по заповедям. Но там они были маленькие, еще раз говорю, заповеди немножко другие. Они были более приспособлены, ну вот если так сказать по-русски, может быть, к варварскому такому пониманию. То есть там они вот око за око, зуб за зуб. Ударил тебе обязательно ответ. Кровавые там месть, там еще что-то. Просто что-то уменьшить. Да. А здесь уже, еще раз говорю, здесь все переходит на уровень уже духовный. То есть человека, Господь здесь, в этом Новом Завете призывает уже быть возвышенным над самой плотью. А, кстати, можно быть праведным человеком и при этом нерелигиозным? Ведь есть огромное количество атеистов, прекрасных, милых людей, которые мухи не обидят. Тогда нельзя их назвать праведниками. Может быть, они живут по закону совести. Может быть. Но это не как бы определенный какой-то догма, это исключение, если такое есть. Очень тяжело быть хорошим, хорошим, как вы говорите, человеком и не знать и не любить Бога. Невольно ты выполняешь его заповеди. Если ты, как вы говорите, праведный, что значит, он соблюдает все заповеди. Значит, он не убивает, не прелюбодействует, не ворует, никому зла не желает. Вот. Ну, значит, не убивает. Значит, у него должно быть минимум 10 детей. Если у него супруга была аборт делала, это уже грех где-то убийства, грех уже убийства, уже нельзя его правильно назвать. Если он согласие давал на эту тему. На что лучше? Родить ребенка или... Это другая тема. Вы спросили насчет праведности. Легко ли быть праведником без Бога? Невозможно. Невозможно. Хорошим человеком. Может быть, жить по совести, но это очень сложно без Бога. Пускай попробуют так люди. Мы будем учиться у них тоже. Это все равно разные категории, да? Ну, я еще раз говорю, праведником быть без Бога невозможно. Человеком жить по совести очень сложно без Бога. Если есть такие, честь им и хвала. Но все равно Господь их через определенное время приведет к себе. Призовет? И они будут спасены. Приведет. Потому что многие поймут слово призовет не совсем так. Призовет, значит, как на Аркане там как-то там и все что. Приведет определенным каким-то образом. Не всегда плохим. И не надо об этом думать. Что к Богу приходят только через какие-то горя и беды. Нет. Есть и другие те пути. Одному Богу, конечно, неизвестно, но каждую душу человеческую, его сердце Господь знает. И каким путем его привести, он тоже знает. Отец Александр, давайте вернемся к Рождеству. Да мы, собственно, от него и отходили на самом деле. Да, это все постулат Рождества. Мы отмечаем его по юлианскому календарю. Вот у меня вопрос. Это же, наверное, не просто так. Церковь придерживается этой системы исчисления. Даже сейчас, спустя почти сто лет, после того, как Россия официально перешла, ну, по крайней мере, в светской жизни на григорианский календарь. Почему это так? Ну, поймите, что церковь, она не имеет права идти вместе со светским, как бы, с движением и менять в сторону светской сети той или иной. В том числе и календарь. Есть определенные даты. Вот они и есть даты, в которые именно совершалось то-то, то-то. И почему церковь должна отказаться от этих дат и перекинуться на две недели назад? Вот. Я не говорю про Рождество Христово. Ну, пускай кто-то, может быть, исторически будет его оспаривать. Ну, есть же очень много церковных дат, которые оспаривать нельзя. Это даты памяти всех святых, которые существуют. Они же конкретные даты имеют. И вы представляете, что происходит? Эти даты мы переносим на две недели назад. Это же неправильно. Ну, если я родился, образно говоря, сегодня, а мне говорят, что я родился две недели назад. Ну, это же неправильно. Почему я должен соглашаться? Многие скажут, что это настолько вопрос незначимый, а на самом деле он очень значимый. Это и плюс еще традиция, которую нужно соблюдать. Многие хотят сегодня перевести богослужебный язык на русский, сделать церковно-славянский. Тоже. Мы же будем лучше понимать. Мы же будем Богу лучше молиться. Не будете лучше молиться Богу. Потому что церковно-славянский язык, он настолько гармоничен, он настолько восприимчив для внутреннего человека. Стоит тебе сходить несколько раз на службу, и ты будешь все понимать. Просто мы по своей полине и по какой-то немощи не хотим это делать. Так что и здесь, да, конечно, было бы очень хорошо. Рождество праздновать после Нового года. То есть, наоборот, Рождество, а потом Новый год. Хорошо, попоз закончился, отметили все, и потом Новый год. Новолетие тоже еще, опять же, веселыми ногами пошли праздновать Новый год. А здесь нет. Осталась неделя до Рождества, и как бы у христиан обычно должны быть еще более строгие посты. До рождественских. Рождественских, да. То есть, осталась неделя до Рождества. Новый год 1-го числа, 7-е уже Рождество. Вы спросили, как бы, отмечаем ли мы Новый год? Да, отмечаем. У нас сейчас уже хорошая традиция заведена митрополитом Георгием. У нас во многих храмах проходит новогоднее богослужение, литургия, ночная, ночью. Мы в 12 часов служим литургией. И, кстати, бывает очень много народу приходит. То есть, Владимир Владимирович там с телевизора вещает, а вы в храме? Ну, что мы не слышали, что он может. Ну, кто хочет, на запись поставит. Сейчас, благо, техника позволяет. И потом послушает. А здесь люди помолились, благословились на грядущий год, пришли домой. Ну, а почему бы не выпить чашку кофе или шампанского бокала? Съесть там лепешку какую-нибудь, поблагодарить Бога за то, что год прожили, благословились на Новый год, и все. И все прекрасно. Я, кстати, читал, во время Пасхи, по-моему, по отдельным дням допускается даже монахам принять некоторое количество вина, но не больше, по-моему, красовули. Красовули – это мера объема размером с кулак. Ну, я знаю, что такое красовули, и везде там по-разному. Где одна красовули, где две красовули пишутся, да? Нигде не сказано, что вино – грех. Сказано апостолу, не упивайтесь вином, в нем же есть блуд. Но не написано, не пейте вина. Нет такого. Все мы отмечаем Новый год. Мы знаем все традиции, которые с этим связаны. А как вообще принято отмечать Рождество? Какие традиции у православных христиан существуют в этот день? Как его встречать правильно? И во сколько? Ну, опять же, праздник церковный. Мы его по-церковному должны отмечать. Вот это накануне, то есть 6-го числа, это сочельник. Это день строгого поста. То есть подготовительный день перед встречей вот этой звезды, которая показала путь пастухам, волхвам именно в эту пещеру. Мы этот день постимся. Вкушаем только очень ограниченно. И то, как многие говорили раньше по традиции, после появления звезды в Вифлеемске. Она где-то в районе 5 часов в нашем регионе появляется на небосклоне. И вечером где-то в 17 часов совершаем праздничные всеночные бдения. Это богослужение, которое уже идет, оно уже практически не подготовительное, оно уже праздничное. Только оно служится с вечера. Называется всеночные бдения. И во многих храмах служится ночная божественная литургия. В 12 часов в ночь. В 12 часов в ночь мы служим. Ну, в каких-то храмах, например, в 9 часов будет служить, в 8 часов будет совершаться. Ну, в принципе, само Рождество, как бы по нашему обычаю, по традициям, это в 12 часов в ночь. То есть мы совершаем божественную литургию торжественную. Потом где-то на приходах собираются небольшими коллективами своими. И как бы происходит такое разговение. Или домой приходишь. То есть накануне нашей семьи, кто постится, готовит определенные кушания, уже скоромные, мясные, которые можно, которых мы не едим с 28 ноября. И вот до этого, до 7 января нам уже маленько хочется всего этого. И то есть у нас такой, опять же, праздник уже более чувствительный после божественной литургии. Мы уже разговариваемся, как бы радуем свою плоть. Отец Александр, для человека, которому было бы интересно на Рождество прийти в храм, ну, понятно, все ночные он не выстоит. Когда бы вы рекомендовали это сделать? Днем в Рождество. Ну, а почему ночью не выстоит? Два часа – все. Если человек не привык ходить в храмы, нет? Ну, это понятно. Новый год мы выдерживаем до пяти утра. Это Новый год? А здесь до двух часов нам тяжело. Ну, да, здесь маленько разное. Ну, пожалуйста, у нас в двух, в одном храме точно, это в храме великомученика Пантелимна в Сарове, будет проходить дневная служба. Она будет в 8 часов утра. Она тоже праздничная? Тоже праздничная, та же литургия. А, кстати, двери алтаря открываются, как на Пасху или нет? Да. Да. Двери алтаря открываются, потому что это тоже такое благословение святейших патриархов. Где-то, ну, в традицию введено лет, наверное, пять назад. И буквы, РХ? Нет, ХВ пока, но РХ не везде вешается. А пока еще это традиция? Елочки ставятся, украшаются елочки, как-то вот это, с такой тематикой больше. Отец Александр, у нас в последнее время общество стало заметно более светским. Многие считают, что религия – это пережиток прошлого, на котором стоит поиронизировать. Вот вы как считаете? Ну, предположим себе абсолютно фантастическую ситуацию невозможную. Христианство исчезло. Вот как изменится мир без него? Что он потеряет? Есть слова у Спасителя. «Я созижу церковь свою, и врата ада не одолеют ее». То есть, если христианство исчезнет, то исчезнет человечество. Человечество исчезнет раньше, чем исчезнет христианство. Парадокс. Замкнутый круг, но так и есть на самом деле. Это невозможно, потому что это невозможно. Церковь основала церковь, которая будет до скончания века. То, что вы сказали, что общество опять переходит в более светскость, уходит от духовности. Так я вас правильно понял. Но я не знаю, повсеместно ли, или только это более касаемо Сарова. Потому что по повсеместной жизни я не понимаю. Вроде внешняя церковность, она остается. Вот Америка осталась последним таким бастионом верующих людей в Европе. А, вы вообще про мир? А я думал, вы про Россию. Да, если вы про мир, то да. На самом деле, я просто не уловил ваш вопрос. Да, даже христианизация Европы, она закончилась. Уже нет. Христа практически нет. В Европе запрещают носить нательные крестики. Во Франции это уже на законодательном уровне сделано. Да, да. То есть тебе уже невозможно появиться где-то там в спортзале, там еще что-то, чтобы на тебе был крестик. Это публичный иметь. Ну, как, ну, у тебя под мальчиком крестик, и ты уже не можешь носить. Вот. А еще раньше мы весь мир как бы начал отходить от Христа. Даже вот смотрите, раньше, кроме как Рождество Христово, ни другого понимания не было. А сейчас уже поздравляем только друг друга с Рождеством. Или счастливого Рождества, или просто Рождества. А Рождества чего? Кого? Самое главное потеряли. Да. Рождество Христово. Христа потеряли. Естественно. И здесь уже происходит вот эта идея христианизации, которая человечество превращает, ну, в определенные такие нехорошие, даже отношения друг с другом, не говорю, что отношения с Богом. Потому что на сегодняшний день все отношения основываются только на какой-то выгоде, личной выгоде каждого человека. Или какого-то там народа, или еще что-то. Когда Христа нету, уже уходит слово, опять же, о котором мы с вами говорили, любовь и милосердие. Отец Александр, давайте тогда поближе к нам, к Сарову, к земле. Вот у вас есть какие-то рецепты, соображения, как достичь компромиссы между людьми верующими и атеистами? Потому что вы наверняка читаете там не самые какие-то лицеприятные отзывы, которые часто публикуют, и люди иногда просто недовольны бывают некоторыми событиями. Вот как вы считаете, на это нужно отвечать, как-то реагировать, пытаться людям объяснить свою позицию? Ну, здесь, наверное, каждую позицию надо рассматривать отдельно. Если тебя как просто там батюшку как-то ругают, потому что ты там что-то неправильное по их пониманиям сделал, это одна тема. Ты должен помолчать, ты не должен реагировать. Если голос человека или общества против церкви как таковой и необоснованно, то должен встать на защиту интересов церкви. Это, я говорю, прежде всего, там, священника, там, настоятеля, истинного христианина. Потому что, благо, сегодня есть и всякие интернет-порталы, и все остальное, на которых можно разместить свое мнение и высказать свою точку. Нельзя ни в коем случае идти на такую жесткую вражду и конфронтацию. Нельзя. Ее нужно пытаться мудро избежать. Есть острые углы, которые тоже нужно обходить. Если людям непонятно, надо обязательно попытаться им объяснить, почему это. Да, пожалуйста. Вот как раз по поводу вопросов и непонятных вещей. Очень часто читаю, спрашиваю, зачем строить столько храмов, передавать столько земель, если эти деньги можно потратить на другие цели. Если вы касаемо Сарова, я вам отвечу. Конечно. Вот. Началось, что строить столько храмов. За последнее время в городе Сарове было построено только три храма. Это храм великомученика Пантелеймона на Маслихе, очень маленький. Храм правенного и его многострадального у кладбища. Деревянный, да? И вот храм недавно мы построили на Менделеево царских страстотерпцев. Храмы очень небольшие, очень малые. И, в принципе, на 100 тысяч населения три построенных храма – это очень-очень мало. Больше построено ничего не было. Возрождение свято-успенского мужского монастыря, Успенской пустыни, это совсем другая тема. Это возрождение историчности. Понимаете? Монастырь, он сам по себе. Вот в сегодняшний день он начинает принимать тот таблик, который он имел до революции. Но это же никому не вредит. Никому не вредит. Кто-то будет говорить, что там дорога была, и там удобно было есть, сейчас другую дорогу построили. Эта тема успокоилась? Успокоилась. Она очень шумела. Очень шумно было слышно. Кто-то пытается сказать, что по детской поликлинике проблема. И тоже ее никто не выселяет пока. Пока она существует. И тоже благодаря усилиям церкви получены определенные средства, которые будут потрачены на строительство новой, более современной поликлиники. Ну где много храмов мы настроили в Сарове? Где? Храм на кладбище, он обязательно нужен. Простите, у нас практически все крещеные, и все хотят своих родственников по-христиански похоронить, отпеть, помолиться. У нас через этот храм только покойников, простите, опять не праздничная тема, прошло порядка за год около тысячи человек. Храм больничный, при больнице находится. Но там те же больные наши жители хотят какую-то получить помощь духовную в своих физических страданиях. Они через духовную помощь как-то эти страдания преодолевают легче. Но, пожалуй, мы им двери храм открыли. Благочестивые люди построили. Мы совершаем практически каждый день службу. Храм царский, который вот недавно был построен, там вообще новый микрорайон большой, спальный. Там очень много военных детей. Придите в воскресный день и посмотрите, сколько там молодежи с маленькими детками. Я там очень часто служу, практически постоянно по воскресным дням. Я наблюдаю с детьми, вот с младенцами на руках до 7 лет. Бывает от 30, и был такой момент, даже до 100 младенцев. Вот вы представляете, и потом у кого поднимется голос, сказать, что зачем там построен храм. А сколько деток гуляют на нашей территории, сколько мамаш гуляет с колясками. А благоустроены хорошие территории. Зеленый такой уголок. Ну-ка что, ничего плохого. Ну, пускай кто-то мне скажет в глаза, что зря там поставили храм. И я отвечу, что не зря. И покажу пример. Вот я вам рассказал. Я не вижу нигде перебора в наших храмах здесь. Не вижу. Друзья, на этом все. Спасибо, что были с нами. Напоминаю, что сегодня мы беседовали с благочинным Саровского округа, отцом Александром. Отец Александр, с наступающими праздниками. Всего хорошего. Спасибо, что пришли. Спасибо, Господь, всех. Субтитры подогнал «Симон»!